Как-то у нас завелась традиция дважды в месяц, мы даем учение, я очень надеюсь на то, что вы прислушаетесь, потому что я буду учить о том, что очень важно. Это из серии, которые начали в свое время, из послания к евреям. Это шестая глава узнания евреям, первые два стиха. Посему, оставив начатки учения Мессии, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания к обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о погружении, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит, ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благо глагола Божия и сил будущего века, и отбадших опять обновлять покаяние, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругают за Ему. Окей, так что я сказал, что я не знаю, что это не знаю, что это не знаю. Мы начали говорить о основаниях, и мы начали говорить о базисах, основаниях, вере. И я начал говорить о таких вещах, которые, когда мы их делаем, мы идем в направление духовной смерти. Это или грех, или то, что оспирняет нас. Кто-то помнит это? Не помнит. Есть вещи, которые, если мы их практикуем, мы удаляемся от Царства Небесной. Кто-то скажет, что нужно сделать, если вы хотите удалиться от Царства Небесной. Есть у вас какие вещи? Грием. Ничего. Грешить. Грешить – это слишком общее понятие. Более подробно. Вы все же знаете, у вас все каждый есть список. Убивать надо. Это вот право. Сидеть дома, не ходить в общину и не общаться с версией. Сидеть дома, не ходить в общину и не общаться с версией. Отvicение от Бога. Отвесить от Бога. Отвесить от Бога. Конечно, все же. Ругаться и завидовать. Спасибо. Это по делу, практика ваша. А вот, можно исполнить? Нарушать в Западе Божьем. Эйзе, 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 митвот. Какие? Игнов! Красть! Можно курс? А за нахнурути, вот это начинка ца тавана. Мы хотим дать вам понять, что же можно сделать, если вы вдруг решите... Ой, ой, загинули? Что? Не молись! Не шокер! Блудись! Зеквар! 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 Малуцарек ласков! Не забудите! Вальгар! 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 Зеквар! Это поэтическим языком. Гену! Лохзон льет хазилка зек! И вернуться от человеческого образа к свинь. Это пули святого духа! Вальгар! Это пули святого духа! Легки дамазы! Легки дамаз и дабыр на взаеём дабы! мы будем говорить о бессонне не уважайте а там а там а ма ма богу в лице жены а там а мимо а а Азбука того, что нужно делать практически, чтобы удалиться от нас. Если хочешь удалиться, первое, что хорошо делать, это изменять жене. Это очень практическая вещь, красть, хорошо действовать, кого-то избивать. Мамаш не уйдет, как она шакрана, шакрана, и вот сделаться таким вот труном прям. И вот ты видишь, какой человек, он тебе не нравится, и ты из него мусор делаешь просто. Все, и вот этим вот хилим по дворам Каэля, мамаш, мамаш, манер не от, да звук, как будто шамань. Вот вы очень быстро, такими крупными шагами начнете удаляться от нас. Проклятие еще, проклятие. А сафаруси, русский язычный публика знает. Если вы забыли, то откройте интернет. И начните проклинать. Ура, материться. И еще хорошая вещь, там всякие гадания, колдования, вот всякие такие штуки. И вы заходите в любой каньон, и вы увидите такой прилавок, и там сидит дамочка, и она в середине перемешивается. И это очень хорошо действует, чтобы удаляться от Царства Небесного. И иногда стоит вспомнить, что такое плохо, чтобы понять, что хорошо это не оно. Вы знаете, что очень плохо? Когда ты такой приятный человек, и ты пришел к человеку, и ты говоришь, ну, Манишма, как жизнь? Я тебе дам несколько хороших советов. И ты так очень ласково и вежливо начинаешь этого человека просто опускать, придавливать к земле. Ты воюешь с какими-то проблемами в твоей жизни? ты знаешь, обламывай руку и знаешь этот первый поломанный тэн, тэн да байо тишбородха и ты следуй, как бы двигайся по течению видай эти проблемы просто разрушить тебя Таазов, Тишма, стамут маэр, витрэх нишам маэр и ведь самый лучший выход на тебя это просто помирить и ходи на небеса просто помирить и вы знаете, написано, писать уже Аллац. но и отбежен, я тогда чувствую чтобы застали в суд十 même сеным руки не укрепли и отскали за CARL вот он хотел без топлива или нижняя саня говорит о том, что такому человеку лучше вот эти тыд не молотимь Rifman повесить на голову и опустить с моста в воду но чтобы мост был посуден Аklore遁 bakhi К сожалению, в том числе и среди верующих есть такие люди, вместо того, чтобы ободрить человека, подержать его руки, когда они опускаются. Так вот, эти люди, вместо того, чтобы подержать руки, они делают подложку и помогают ему, раз ты уже подскальзываешься, я тебе помогу подскальзнуться. Это проблема. Это то, что ведет к смерти. Так вот, что же нас ведет к жизни, а не к смерти? Посмотрите, в Писании. Очень хорошо это все объяснило. Что еще мы учили? Это мы повторяли то, что мы отчет. Прошло. В Гороханне сувер, в Аймен. Вот это мы делаем эмону. Хорошо, мы продолжаем. Мы также учили, что это эмону в Иллюхе. И иногда мы начали говорить о деологии. И мы представляем себе большие тома теологических. Кто знает, что такое теология? Кто? Есть такие, кто знает? Есть, 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 есть что-то такое в теологии? Есть, да? И вот мы как община, и мы пытаемся выработать определенную теологию. А почему вот эту сосульку не дали микрофон? Андрей, Миша, ну ли это... Да, на уроках. А, на уроках. У нас есть эта штука. Лёха, давай. Лёха, штука. Камуман. Вера. Камуман замасим шелам. Вера, это наши поступки. Камуман, ворочи лану церкви дамседа. Понятно, что в нашей голове должен быть порядок. Царых лакирет Иллхим. Надо узнавать Бога. Царых лакирет Мишихо Иешуа. И надо принять и познать Его Сына и... Царых лакзор бачуа. Надо обратиться от мертвых дел, покаяться. Мамаш, ревакеш ми Иллхим слеха. Попросить у Бога прощения. Ревакеш руаха годиш. Просить Духа Святого, чтобы он пришел. Надо изучать Священное Писание для того, чтобы понять характер Бога. И понимать, что человек может сделать для того, чтобы приблизиться к нему. И какие его дела способствуют для того, чтобы он удаляется от Бога. И потом, чтобы быть человеком, делать, делать меры. И мы каждый день этому учимся. И еще мы начали изучать учения о погружениях. Мы говорили о погружении в воду. Я учил об этом. Это очень широкое понятие. Но мы согласились в том взгляде, который мы исповедуем. И это, что главное в этом, это соединение с Мессией. То есть, когда ты погружаешься в воду, таким образом ты провозглашаешь союз Ешуа, соединение с ним, для того, чтобы следовать с ним по его путям. Понятно, что здесь есть и момент мистический. Что-то происходит, например, с нашей способностью грешить. И когда мы погружаемся во имя Ешуа в воду, то что-то происходит в это время нашего погружения. И Бог не только характер твой изменяет, но как бы и природа твою изменяет. Это то, что сказал Бог Богдан. Что мы вдруг становимся новым говорим. Соединенные, принадлежащие Ешуа. Мы также говорили две недели назад о погружении в огонь. Дима учил этому. И вы помните, что Ешуа говорил, что вот идет некто, который больше земля, и он будет выгружать вас в огонь и дух Божий. Машни, шни говорим, что Ешуа говорил, что Ешуа говорил, что дима говорит. И он говорил об одном понимании погружения в огонь. и мы другая вещь это испытание и то что очищает нас по жизни и это сегодня мы говорим о погружении и прежде чем я буду говорить я хочу нарисовать перед вами картину напомнить напомнить что христианский доктрине речь идет о троице вы помните и я не собираюсь противостоять я увидел каким образом японские верующие я увидел каким образом обучают японских детей математики как можно умножать одну цифру на другую посчитали гамма еще на и наши нахнула не использует совершенно другие способы не такие методы как нас учили свое время но два на два все равно получается 4 из рынка фурка мужчин задание цели и 20 умножить на 50 это меня уже сложно вы сами посчитайте неважно каким путем вы идете а и каша там агены маком арахон главное чтобы вы достигли правильного места а если японцам лёг ямони мы игре тут тоже есть секретка удобнее понимать вот какие-то понятия писания глубокие через троицу пусть это будет способствовать их здоровье и она хранит в эрак израиль но мы живем в израиле в гитреи кодеш шанс на поле утром ухо кастропа басово макури и описание священные писания особенно когда мы читаем их в оригинале на эргитию иначе нахну хаим в туфу амшо петок генетика шеланнук аттувшмай в израиле в еврославной олено аль а а и мы живем так же среди народа в котором генетика слишком глубока та генетика которую объявляют шмай израэм слушай израиль господь бог и бог един есть а вааль в токтитвей кодеше мыхну кэн роим ше элухим яколли ганут эт ацмоли фаваним басурум чано но внутри тех же писаний священных мы можем видеть что бог может представать и может проявлять себя совершенно различными образами он представляет себя как отец или как бог и свидетель или бог больше обеспечитель в самом начале книги бытия мы видим бог предстает перед нами как некий голос ходящий по раю посчитать все эти проявления как бог предстает перед нами в писании и вот мы видим авраама говорящего с ангелом на котором написано имя божье или о том самом ангеле лица божьего который шел перед израилем по пустыне еще и 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 пророк и когда был некто видом похожим на сына человечества и лично я именно поэтому потому что если уже читать то я не очень люблю это понятие троицы но я очень верю в то что написано в послании к евреям что последние времена что бог проявил себя едином и единственно своем сыне и это было самое эффективное откровение для любого человека сегодня мы говорим о духе святого я хочу сказать альпии история что есть исследовать истории рад бы меня решить или только в третьем или четвертом веке новой эры и начали о духе святом говорить как одно из вот этой троицы потому что до этого говорит только о двух боги и о сыне и вот девятнадцатом веке мы видим явление когда дух дух божий изливается мощным образом и начинается пятидесятническое движение и тогда очень актуально была популярна тема говорить о личности дух святого но можно видеть когда говорят о таких вещах это не совсем следует из писания но еще раз повторяю если тем или иным людям так удобнее понимать бога пусть это будет именно здорово я не очень люблю такие вещи из очень простого объяснения потому что в десяти речениях которые мы знаем не произносили имени всевышнего в в суете напрасно почему я убоялся этой заповеди мы с трудом можем понять и не до конца понимаем что есть внутри человека но когда мы начинаем препарировать и изучать анатомию бога это просто граничит сумасшедство и как мессианские евреи я просто я хочу сказать что я не не хочу иметь часть в этой игре но сегодня мы говорим о погружении в дух святой и три коротких урока я хочу дать знать первый урок как мы можем видеть в писании что дух святой это дух творящий если кто-то помнит если кто-то помнит из писания где говорится о духе святом как о духе творящим кто-то помнит друг носился над водой но окей нахом неот каков в решите хак совершенно верно в первой главе втором стихе в руах елухи в мерафе фетерпнеаааа дух божий парил над землей они азиты кэзэ секер я исследовал этот вопрос потахте это танах электронии открыл в электронном виде писания и нашел все места где говорится или духи божьи или духи господни но людей или о духе святого все эти места и я нашел примерно три места которые так или иначе затрагивает тему дух святой дух творящий я хочу прочитать да пожалуйста имейте внимание я буду читать по-русски и вот что ты делал и книга иова 33 глава 4 стих дух божий создал меня и дыхание вседержителя дало мне жизнь и есть 14 главы иоанна 26 стих наставник же дух святой которого пошел отец во имя мое еще многому научит вас и напомнит вам все что я вам говорил когда мы читаем эти три места когда мы читаем эти три места мы можем представить себе что мы можем представить себе что дух святой он как бы выглядит автономно и он проделает какую-то работу по сотворению по естественно сохраняя прямую связь с отцом с богом но если мы смотрим контекст и если мы читаем эти самые стихи не по-русски как я прочитал а на иврите мы видим более широкую более как бы стичем полета картин ки ба дума потому что первым в начале сотворил бог небо и землю земля была безвидна и пуста и дух божий отсылся над водой хилу кашель икрой этаж это посущие не банифрат без первого стиха но не претендую на то чтобы быть экспертом в лингвистике но я таки да разговарив с людьми которые понимают я дам пример вот моя старшая дочь она играет на скрипке с другой она учится у человек который строит сам скрипки и поэтому из-за такой дочери я чуть-чуть стал экспертом один парень по имени страдивари несколько лет назад он строил скрипки которые сейчас стоят миллионы долларов послушайте внимание я выдал два предложения страдивари выработал способ как можно строить скрипки у а у м он был особенный специалист который распространил свою школу по всему миру И если второе предложение прочитать, а именно, чтобы он был особенным мастером, то особенный мастер может это предложение отделить от первого предложения, когда мы говорили о Стравдивариусе. Но если мы читаем два предложения вместе, мы понимаем, что мастер, о котором говорится во втором предложении, это тот самый Стравдивариус, о котором мы говорили на первом. И когда мы читаем на иврите, Дух Божий или Бог. Или в другом месте мы читаем, что Бог есть Дух. Мы понимаем, что речь идет об одном и том же. И в этом самом контексте, когда мы читаем книгу Йоба. Или Бог сотворил меня. Или Дух Господень сотворил меня. И в иврите мы понимаем, что речь идет об одном и том же. И когда Ишу говорит так, что я попрошу, Отца, Он пошлет вас, вам Духа Субтитра. И Он что-то произведет вас в вашем внутреннем. Это не означает, что нечто отделяет от Бога некий Дух Святой, делает его отдельным, и Он будет производить что-то. Это все тот же Бог, который производит нас великую работу. И когда я пытался изучать эту тему, Дух Святой как Творец. Я не нашел ничего, что отделало бы автономным Дух Святой как Творец от Отца, Который Субтитра. Кроме того, я хочу сказать, мы община, и мы здесь провозглашаем святость человека, но когда мы говорим о различных пониманиях, Если здесь есть кто-то, кто понимает не так, как я сейчас говорил, это нормально. То есть, не будем отлучать? Отлучаться такой человек не будет? Никаких санкций, никаких, чтобы с вами перестануть заодно. Для любого человека, какой бы он умный ни был, это слишком много на себя взять и сказать, что я эксперт по Богу. Но то, что действительно о Духе Святом написано в Писании, Он говорит о том, что он делает в нас великую работу. И довольно часто мы встречаем вот эту фразу «излияние Духа Святого». Это часто встречается в Писании. И это шеур шини. Это огромное. Я хочу привести несколько примеров. Если вы по Симфонии посмотрите, вы найдете много других примеров. И здесь раскрывается более понятно. Ле Дугма. Например. Ле Дугма. Приши Дарбаим Бехач, Шушим Бешмоне, Митие 41, 38. И сказал Параон слугам своим, найдем ли такого человека, как Иосиф, в котором был бы Дух Божий. И не Иосиф, как бы Духой есть Рох Адунаю. Вот мы видим Иосиф, и во внутренность него есть Дух Господь. Или «И взглянул в Бель-Ам и увидел в Вала-Ам, и увидел в Израиля, стоящего по коленам своих, и был на нем, на Бель-Аме, Дух Божий». И вот мы имеем дело с Бел-Амом, который не был сильно хорошим человеком. И его наняли, фактически, для того, чтобы проклясть в Израиле. Но вдруг приходит Дух Божий на него, наполняет. И как будто бы Бог возложил на него свою руку. И он начинает провозглашать благословение. И вы знаете, что вот эти проклятия, так называемые, которые Вала-Ам и Зрём, они до сих пор находятся в любом. Я хочу сказать, что когда Бог желает, чтобы кто бы то ни было сказал то, что ему нужно Богу, этот человек начинает говорить именно то, что нужно Богу. В царе Шауль, он был хорошим братом или не очень хорошим? Когда пришел, пришли они к холму, то вот встретился им сон пророков, и зашел на него Дух Божий. И он, Саул, пророчествовал посреди них. Первый отца, 10-10. Даниэль, 5 глава, 14. Говорят о нем. Я слышал о тебе, что Дух Божий в тебе, и свет, и разум, и высокая мудрость найдены. Так что царь говорит Даниэлью, в тебе есть Дух Святой. ты обладаешь мудростью и знанием всеми бобрито хадаша но за и первое послание петра 414 если злословят вас за имя машин ибо дух славу божий почивает на вас кума и матемус и машетов то есть если вы делаете что-то хорошо это ясно что это хорошо но и это то что вы делаете хорошо даже если ты делаешь хорошие вещи и даже если ты веришь что ты делаешь это во имя ишуа но ты не евреи и ты вообще мусор я был ужасным человеком до того как я получил бога через и шо я изменился и из-за этого меня проклинают написано здесь ты благословен потому что дух святой на тебе понимаете о чем я говорю все такие примеры когда дух святой на человеке понимаете так что бог вдохнул в строю тебя что-то от него самого сам алейх аят он или возложил на тебя руку это всегда связано с пророчеством или исцеление или с чудесами если вы посмотрите священное писание вы увидите послание кримлянам 89 если вы не по плоти живете но по духу есть только дух больше живет вас если кто-то думал машина не имеет но ты не его или лука 322 дух святой приняв телесный облик снизошел на ищуа и раздался волос небо ты сын мой возлюбленный то есть дух дух святой дух божий спускается и что с человеком происходит на которого изливается когда дух святой а касается этого человека я дам вам несколько примеров и иосиф я я дам и мясо ходишь на капу ли фариш холомут например иосиф с тех пор как дух божий прикоснулся к нему он стал заимен такую способность истолковывать сны я уже говорил о валаами у него была сила духа святого произносить слова шея хлю гамли варе гамли калькер этого которые могли благословить или могли разрушить они любили засовывать какие-то зоны я до конца этого не понимал но написано ясно что дух святой был на нем а не а не дух бесовский оба айтала это я холит о либо рэх о лекаре лекаре выкатушат этми шата карта рур и но у него была способность благословлять или поклинать и написано тот которого ты проклянешь он будет проклят и на иврите употребляется вот это слово орум про милат шел клалаши миша на это друг это окончательное проклятие которое окончательно изменяет образ он изменился совершенно это невозвратное действие когда дух божий был на даниэле он пророчествовал или языка слава мудрости авраам не сказано ясно что дух божий был на нем но о нем сказано бог сказал что авраам он пророк мой вы есть шло я ходит и парень вата терапия способность молиться за тебя то есть когда дух божий на человеке то он этот человек получает сверхъестественные способности что он был на обращаться к народу который не мог понять его языка этот народ каил А в Моше Рабейну написано, что он получил Духа цветов, и он имел способность говорить с Богом лицом к лицу. Это вообще сумасшедшее полное. И он мог говорить такие вещи, которые соединяли весь народ и прорубали окно в Новую Эру. Его последователь. Он получил промазание. И он воевал с церковиканами, которые населялись. И здесь были народы, которые считают, что они были четыре, пять или шесть метров в высоту. Они были очень сильны. Но он получил силу. И они победили. И они уничтожили этих филиканов. Вы объясните сами, что Бог дал, или Дух Божий дал церкви Давиду, пророку Ихискелу и Исаии. Я уже не говорю про Масхиеха, про Мессию Ишуа. Он сам по себе представлял откровение Всевышнего. И о нем написано, что над огнем была вся полнота Бога Целесного. И послушайте, Ишуа пришел, он пришел как человек. Не со всей этой великой славой небесной. И Дух Святой дал ему возможность противостоять ли умер. До такой степени, что когда он был распят и умер, в смерть не могла утешать? Потому что он был правильный. И за прикосновение Дух Святого Бог дал человеку способность... Ишуа в человеке. Бог дал человеку, хоть новому человеку, противостоять греху. Я сейчас не хочу вникать в этот вопрос природы Ишуа. Я верю в божественность Ишуа и всякие такие вещи. Но когда Ишуа ходил по земле, он был подобен нам с вами. И его воскресенье, благодаря Духу Святому, изменило весь мир. То есть у нас есть некое понятие, что же Дух Святой делает внутри нас. Что он делает внутри нас из того, что мы сейчас говорили? Как вы понимаете? Он дает нам пророческие слова, или дает нам сверхъестественные слова. Что мы можем влиять на мирное. Вы согласны с этим? Последний, третий урок на сегодня. Что в новое заветное время с нами делает Дух Святой? Немножко тяжелый сегодня материал? Это не страшно, потому что мы все записываем, и вы можете зайти в интернет и просмотреть еще раз. История нам говорит, что после пророка Малахии, в народе было полное затишье. В 300-400 лет не было Слова Всевышнего. И вдруг приходит Йоханан. Он был пророк. И еще умерла в Перу. И о нем Иешуа говорит ясно совершенно, что подобного ему пророка не было в Израиле. И он говорит, что Йоханан в некотором смысле напоминает Ильяву. Я вовсе не собираюсь вам разговаривать про реинкарнацию, я об этом не верю. Не верю в это. Но по ревности по Богу, по тому, как он действовал, он был подобен пророку Ильяву. Ишуа говорит, что он пришел предо мной подобное Ильяву. И он был великим из всех пророков. И я уже говорил о самом Ишуа. Это было сверхъестественное помазание, которое мы говорили до такой степени, что Кату Ба Бессурот, то, что написано в Евангелии, что все книги этого мира не могут вместить всю величесть и святость Ишуа. И я хочу объяснить, как я понимаю это ображение. Что? Ив шар? 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 но невозможно записать все те свидетельства которые последующие поколения произошли по всему миру со всеми верующими и совсем есть люди которые получили откровение но и до сегодня мы можем слышать свидетельства людей которые говорят открылась мне зимой мы были несколько дней тому назад на конференции в Иерусалиме полно свидетельств из Ирака и Ирана открывается людям без того чтобы им кто-то свидетельствовал и эти люди сказали что им открылся самый шум но есть такие которые вообще ничего не сказали и невозможно всех записать и всех вычислить кто но жизнь изменил и они уже представила эти изменения но я думаю что даже не об этом написано в этой фразе что невозможно записать вся эта тема когда Иешуа приходит в этот мир как самое высокое откровение о Боге и все это воскресенье мертвых они изменили вселенную космос до такой степени что современная наука просто с имеющимися у нее инструментами не способна это измерить то есть просто подумайте подумайте об этом слове он победил смерть это все если бы он сделал только это это уже достаточно потому что все исправление этого мира и без воскресенья мертвых невозможно и вся наша надежда и вся наша вера и за воскресенье мертвых не все мы умрем но все мы изменим но прежде его станут мертвы и изменятся и они будут подобны ему это надежда аминь даже в аминьде в главной молитве что большая часть из тех кто молится этой молитвы они не знают еще там провозглашает верен тем которые сделаны из пыли которые лежат по правде лежат по правде лама почему потому что анишуа написано что он воскрес не со всем уважением не не шептает свинь не раби и не рамбам но еще он воскрес из мертвых и он сказал своим ученикам и это именно то о чем я хотел сегодня говорить что будьте в Иерусалиме и ожидайте что Дух Святой на вас сойдет и что он сделает и что же они думали вообще когда они вот они слышали эти слова что они думают они во-первых понимали что мы получим Духа Святого наконец-то прекратится это молчание всевышнего в течение последних 300-400 лет и мы получим веру пророчество а мы будем пророчество мы будем пророчествовать вы будете видеть видения и сны и дальше Рав Шауль говорит по счету все классификации он расписывает это подробно все и он говорит что он говорит это все и те которые получают Духа Святого они получают веру они получают пророчества они получают языки исполкования языков они получают способность сделать чудеса и знамения они получают послали но он не написал во всем других местах говорится видение денег изгнание весов есть очень много вещей но что мы можем понять что все эти дары приходят на нас для нескольких целей первое цель это не покорить этот мир но самим измениться самим измениться вторая вещь это покорить этот мир и 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 пророчески знанием пророчески указать потому что когда ты получаешь Духа святого даже когда у тебя нет силы этого дерзновения провозглашать вещь но ты живешь таким образом что ты освещаешься изменяешься то вокруг тебя начинает распространяться святость и это начинает изменять всю ситуацию я хочу сказать вам истину иногда вот это второе гораздо более сильный пример в сравнении с тем когда ты живешь жизнью изменения как сравнение с тем когда ты начинаешь кричать о иешуа но твоя жизнь не сильно соответствует твоим словам среди верующих и некоторые считают что некоторые исключения считают так что эти все дары да все была реальность но была 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 дана эта реальность тем прошедшим временам в самом начале ученикам для того чтобы служить таким прорывом для распространения я не верю таким образом они маним ше элогим уик я верю в то что бог постоянен да есть иногда возвышение и есть спавель но когда он изливает руку святого это актуально для любого времени и любого поколения и поэтому я очень даю что мы горим хаим в реалити михудешет чем израиль те самые которые живут в обновленной реальности израиля мы должны ревновать и провозглашать и просить отец дай нам дары потому что это может повлиять на весь мир и в заключение хочу сказать нечто что я уже сказал несколько недель назад один мой друг пастор очень большой общины из пехаса он здесь на одном семинаре он сказал знает он он сказал что он сказал что вы в израиль когда вы только стоите не произносите никакого слова вы уже влияете на весь мир так что он приходит движение но что будет когда вы начнете таки уже двигаться и они хотят сказать что я хочу повторить слова апостола петра которые он произносит но начну я шут другого он говорит что и залью на вас духа святого и вы будете делать то и но есть время для раннего дождя и для позднего дождя мы живем в земле и мы живем в последние времена и мы ждем последнего дождя и он пролиется на дем и когда он покинется это будет дождь святого здесь произойдет какой-то изменение и настолько будет мощное движение здесь маша я что то что было последние 2000 лет это будет как ничто потому что влияние которое выйдет из из израиля и вы многие из нас которые чувствуют себя таки приниженными и слабенькими которые вы вы будете сил которые вызовут Божьей силы для всего этого мира для изменения для изменения раме доходы на динам царь они не пристали по нам давайте мы представим отец наш который не писал я молюсь сейчас о всяком кто в депрессии все кто в депрессии не поднимайте руку сейчас не но вы знаете о себе что вы сражаете с депрессией оба не паре терапе отец я молюсь что вы депрессию в это все и сделаны из нас сосуды которые открыты для изменения для личного изменения для изменения общины для изменения всего мира и я не молюсь только о тех кто присутствует здесь но обо всем народе и обо всех верующих во всему лицу земли которые ожидают этого обновления оба отец те или сотвори в нашей среде чудеса и знамений по еще по им еще виси и о ром и которые все все и все и все Продолжение следует...